Я решил перестроить свой прицеп для мотоцикла. Основная переделка этого прицепа будет заключаться в установке независимой подвески. Короче, за основу мы взяли принцип подвески Формулы-1. Да крутые амортизаторы. А резину всё повыбрал. Жирную. Мне кажется, это будет максимально бомбически смотреться. Получилось так, что прицеп попал в ДТП. И вы можете посмотреть, что у нас в итоге получилось. Друзья, всем привет! Как мы обещали, мы перенесли сразу с мотовыставки Имис в гараж. Я решил перестроить свой прицеп для мотоцикла. Сейчас на дворе уже хорошая погода, уже можно кататься, поэтому нам нужно быстро и качественно перестроить прицеп. Основная переделка этого прицепа будет заключаться в установке независимой подвески. Она была старого торсионного типа. Я постоянно переживал, что у меня мотик где-нибудь отсечется на дороге, поэтому было принято решение переделать подвеску на независимый тип. Итак, мы находимся в сервисе у моего хорошего друга Дениса Роше. Сейчас он вам постарается объяснить, как она будет работать, как все это будет выглядеть и покажет ее 3D-модель. Короче, за основу мы взяли принцип подвески Формулы-1. Амортизаторы будут расположены горизонтально, под углом небольшим. Спроектировали 3D-модель независимой подвески на двух образных рычагах и одной тягой исхождения. Взяли за основу ступицы от BMW просто хабы, которые будут прикручиться к кулаку кастомному. Вы можете видеть, как сейчас выглядит прицеп. Это просто какая-то куча непонятного уже говна, по-русски говоря. Я думаю, что Денис меня отсюда не выпустит, пока он не будет в нормальном виде. Пока мы не сделаем из него крутую вещь. Короче, нарезали мы на лазере кучу всяческих таких вот деталюшечек для понимания масштаба. Это, можно сказать, лего для взрослых. После сборки будет что-то выглядеть примерно так. Это будет кронштейн крепления рычагов, соответственно, нижнего и верхнего образных. А это кронштейн крепления тяги схождения. Все это будет соединяться болтами к родной раме. Стоковую подвеску мы отсюда просто выкинем, потому что она нас больше не устраивает. Вот. Все это дело соберем, покрасим в порошок. Амортизаторы были взяты Элко. Это канадские амортизаторы, произведенные для багги. Они газомасляные. Здесь есть дополнительная камера с газом, которая создает подпор и не дает маслу вспениваться. Соответственно, нагрузки они должны держать хорошие. Да крутые амортизаторы. Смотрите, как они выглядят. Анодированные детали. Все блестит, все красиво. Колеса выбрали ТЕ-37 с полками. Тридцать пятый вылет, девять с половиной ширина. А резину все повыбрал. Жирную. Тоге R38R. Ну она реально круто выглядит. Смотрите, ну что это. Это полуслик, да. Такой вот с одной стороны, вот такой вот с другой. Короче, мне кажется, это будет максимально бомбически смотреться. Ну на прицепе так точно. Друзья, также хочу отметить, что в этом году у меня поменялась машина. Сейчас я езжу на Тахо. И этот прицеп будет строиться непосредственно под него, под его ширину. Он будет шире. Немножко будет ниже, чем сейчас. Мы добавили возможности регулировки. Регулировки именно развала. Сможем подзавалить маленькие колеса, да? Да, чтобы такой стенд стайл небольшой. Но мы над этим думаем. Мы сначала соберем. Посмотрим разные варианты, как это будет выглядеть. И уже от этого будем отталкиваться. Но все эти регулировки так, так, там, так. Короче, все это будет. Ну так не надо, наверное. Короче, мы сможем сделать вот этот домик такой стенцией. Друзья, вы видите, как сейчас все это выглядит, как выглядит прицеп, как выглядит эта гора непонятных деталей и запчастей. Посмотрим, что из этого получится через пару недель. Итак, друзья, вот и прошло две недели после того, как мы отдали наш прицеп по стройку. Сегодня тот день, когда мы решили поехать снять на него красивый обзор. Потому что все готово. Прицеп полностью готов, блестит, покрашен. И нам не стыдно его показать. Но мы не доехали, блин, до места съемок. Потому что получилось так, что прицеп попал в ДТП. Он сейчас стоит на заднем плане. Но, несмотря на это, мы все равно сейчас дождемся ГИБДД. Поедем на нашу локацию. Доснимем специально для вас прицеп. Потому что я знаю, что вы этого ждете. И мы тоже хотим вам это показать. На самом деле так получилось, что въехали как раз в прицеп. Совершенно новое колесо, свеже покрашенное. Я не знаю, там человек, наверно, первый раз за рулем. Потому что у меня прицеп стоял на месте. Машина двигалась и тупо просто въехала по касателю в это колесо. Повреждения, на самом деле, небольшие. Обидно, конечно, пипец. Потому что только-только забрали прицеп. Но что делать? Будем потом немножко докрашивать, доделывать. Ничего страшного. Это стандартная проблема, я думаю, вот таких дисков с такой резиной, которая одета меньшей ширины, чем сам диск. Но, блин, в первый день это, конечно, максимально неудачно получилось. Скорее всего, красить придется вот эту кромку. Влачить, точнее. Это все в дальнейшем. Ты права, видел мои вообще? Нет. Сейчас покажу. Смотри. Это не маркер. Наконец-то мы доехали до площадки и готовы показать вам то, что хотели. Каждый человек, который решил заняться мотоспортом, мотокроссом, эндуро, шоссейно-кольцевыми гонками или стандрайдингом, рано или поздно задастся вопросом, как я буду возить мотоцикл на тренировке. Мотоцикл можно возить двумя способами. Либо это микроавтобус, либо это прицеп. Микроавтобус, конечно, штука хорошая. Но, как я это понимаю, это должно быть две машины у человека. Чтобы на микрике ты возил мотоцикл, а на обычной машине ты передвигался по городу. Это не каждый себе может позволить. И, на мой взгляд, целесообразнее купить себе прицеп. В 2011 году, как только я увлекся стандрайдингом, я сразу купил себе прицеп. Это обычный прицеп МЗСА. Самый дешевый, самый маленький, какой только был на тот момент. Для моих целей, для перевозки мотоцикла, его вполне хватало. Это прицеп не крытый, потому что стандрайдинг это спорт-шоу и мотоцикл должен быть всегда на виду и даже на дороге. Шло время, шли года. Каждый год что-то на него нарастало. То я ставил новые диски, то делал новые наклейки, то какие-то крепежи новые добавлял. И сейчас на дворе у нас июнь 2019 года и вы можете посмотреть, что у нас в итоге получилось. По сути, прицеп состоит из рамы и колес. Что здесь можно изменить, спросите вы? А менять тут есть что. Во-первых, разработана очень интересная конструкция трапа. То есть выдвигается задний трап, закатывается мотик, попадает в ловушку и крепится ремнями. Это очень удобно, потому что не надо его нигде придерживать. Ты быстро его фиксируешь ремнями и едешь в путь. Это первое. Ну и основное, конечно, то, что мне пришлось изменить здесь, это подвеску. Подвеска, как мы уже говорили ранее, здесь по принципу Формула-1. До этого здесь стояла обычная подвеска торсионная. Она меня категорически, катастрофически не устраивала, потому что я ездил по дорогам и всегда смотрел заднее зеркало. Блин, вообще на месте там у меня мотик или нет? Потому что он прыгал как умалишенный там сзади. Подвеска совершенно не работала и меня это очень сильно не устраивало. Поэтому пришлось внедрить сюда такую подвеску. Ну, естественно, я не могу сделать плохо и некрасиво, поэтому все это выглядит вот так вот. За короткое время использования этого прицепа данная подвеска показалась отличным образом. Она глотает все ямы, все неровности. Честно говоря, я за прицеп даже больше спокойнее, чем за свою тачку. Он идет мягко, про него даже иногда забываешь. Поэтому я максимально доволен тем, что получилось. Мало того, что это круто выглядит, это еще и отлично работает. Колеса, как вы уже видели, у нас тоже жирные. Резина это ТОЯ-38. И как мы обещали, мы поставили его немножко в небольшом развале. Смотрится это прикольно. На дороге, вот я пока сегодня ехал сюда до площадки, все респектуют, все замечают. Это смотрится очень необычно. Мне нравится. Знаете, какой самый частый вопрос по этому прицепу, когда люди подходят и задают? Не по подвеске, не по мотику, не по внешнему виду. Самый часто задаваемый вопрос вот в этом месте. Чувак, как ты ездишь с таким номером? Он же у тебя сейчас отвалится. Но, на самом деле, конструкторы МЗСА сделали небольшой чит для номера. С самого начала они предусмотрели этот момент. И все это выглядит вот так. Этот номер находится на небольшой резиночке. Если что, он просто аккуратненько поднимается наверх и все в люксе, ребята. Вообще, мне лично всегда приятно смотреть на людей, которые красиво вводят свой мотик, у которых все хорошо выглядит. И прицеп, и микроавтобус, и мотоцикл, и они сами. Поэтому я всегда таким людям респектую. Всегда стремлюсь выглядеть так же. И вам того советую. И да, если ты любишь кататься, люби и катайся. На самом деле, ребят, всем огромное спасибо. Наш канал за буквально пару месяцев набрал больше тысячи подписчиков. Я вижу, что движение есть. Мы идем вперед и ждите новый видос. Всем мир!